МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Данина Паваге была отдадена им подчас святочного мероприемства, на яким присутничали керавники завода, ветераны предприемства, местовые улады. Ося Бравовская атмосфера, ося разом вспомнили, с чего починалась история Друзового завода. Як огольными намаганиями справлялись с тяжкостями, чего досягнули и безумовно говорка шла в планах и перспективах. Самые щирые слова «подяки» прогучали у адрес людей, оких обеднало предприемство. Друзовый завод может гонориться целыми працовными династиями. Подчас урочистости отбылось ушановывание работников подяшными листами и каштовными подарунками. Музычный шподарунок прогучал у выкананне заслуженного коллективу Республики Беларусь ансамбля народной музыки «Госеда». Хочу поблагодарить всех тех, кто работает сегодня на предприятии, кто, несмотря на какое-то, может быть, сложное время, которое было ранее, предприятие не оставил, вкладывает сюда свою душу, ведет сюда своих детей на работу, развивает этот завод, развивает данный населенный пункт. Хочу пожелать всем дальнейших творческих успехов, счастья, здоровья, благополучия. За первые полгода на Гомельшине был утягнутый господарший оборот больше за 11 тысяч гектаров земель, которые ранее не выкористовывались. Амальпалова зыг была передадена у Майома сельхозпродприемством, остальные вошли в состав Держлесфонда. Работа по протягнению господарший оборот земель, которые не выкористовываются, ожитивляется в регионе постоянно. До приклада лета с господарки в области отримали у Майома стью больше за 20 тысяч гектаров. Основные задачи такой работы – комплексное наведение парадку на земли, повеличение поселных площадь и повышение культуры сельско-господаршей вытворчести. До один момент Гомельская область – первая сярод региона Украины планует завершить инвентаризацию земель у всех населенных пунктов. На основе отриманных выников будут вызначены шляхи утягнения у господарший оборот территории, какие были вызволены после взносу пустующего жилья. Международный взлет юных вратовальников-пожарных открылся в Гомельском районе на базе лицея при инженерном институте МНС. На протягу 9 дней команды из 15 стран будут выявлять мощнейших как в узкоспециализированных дисциплинах, так и в творческих конкурсах. На открытии побывал Максим Савин. Суретний взлет 13-й по леку. За этот час мероприемство поспело набить авторитет. Что год он сбирает в Беларуси команды из краин близких и далеких замежа. Есть те, кто не пропускает ни одной подобной встречи. Не обыходится и без новичков. В этом году в первую очередь приехала команда из Италии. Встретились с белорусами в Японии и нас пригласили сюда. Нам очень нравится. Нравится организация, и мы рады, что встретились с представителями других стран. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество. Поколь основная паде Ясшена Пераде и Йосшас познаймится не только с лицем, а и помеж собой. Многие юные пожарные воротовальники на взлете не у першиню. Знов и снова у Беларуси их притягивает атмосфера собровства, якая завсёда узникая подчас мероприемства. Жду больше выучить, думаю, другие вещи, а то меняются все задачи, задания. И также повторю то же самое, что и было в прошлом году. Когда я говорю девушкам, что есть международный слёт, каждый очень охотно, очень-очень-очень, я-я, каждый хочет приехать здесь. Просто здесь незабываемые эмоции, незабываемые случаи. Просто здесь можно чувствовать, как вся одна большая семья. Подчас взлёту активисты молодёжного руху под эгидой пожарных и воротовальников с 15-ти краин будут поборничать в разных спортивных дисциплинах и творческих конкурсах. С ними проведут тренинги и майстер-классы по основах житедейности и оказания медицинской допомоги. А кроме того, и они будут разом отпрашивать. А возле их керовников взлёт добрая махчимость обменяться в опыта. Главное подрастает поколение, чтобы научить с детства детей этим вопросом. И во всех странах уделяется большое внимание. Когда дети объединяются, сплачиваются, и есть возможность действительно поделиться опытом, тот, который есть в работе с детьми у нас и в других странах. Сегодня на высоком уровне стоят эти вопросы и в России, и в Украине, и в Раджиане, и в Армении, и в другие страны стремятся этот опыт перенимать. И мы у них учимся. В рамках взлёту так само пройдет посаджение Международной ассоциации молодежных громадских организаций пожарных воротовальников. А 15 липня на базе лицея открыться республиканский полевый лагерь «Воротовальник». Им сберутся ребята из всех регионов Украины. Максим Савин, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». У картины галереи Гаврила Вашенки открылась костюмированная выстава «Подорожа Чаровника». Все представленные на её экспонаты привезены из музея восковых фигур Санкт-Петербурга. Выстава з'является настолько реалистичной, что дозволяя кунуться у света дитячих фантазий, мары и судов, навод дорослым. Презентованная у «Гомеля» коллекция восковых фигур заняла две залы картинной галереи. Тут разместились широковядомые казочные герои розных часов и народа у света. От бабы Агии, Кашчэя Несмяродного до Карлсена и Айболита. А так само с усветами адомых персонажей сучасных фильмов эпопей «Гары Поттер», «Уладар Кольцев», «Матрица». У масштабной коллекции музея восковых фигур Санкт-Петербурга собраны сотни уникальных выставочных объектов. Дарэчжэ усе, яны у большинстве сваёй робятся во властной майстерне гэтой установы культуры. У свою чергу, проставленная у «Гомеля» коллекция казочных героев и персонажей фантастичных фильмов в полном складе музеем экспонуется у першыню. В этом составе выставка работает в «Гомеле» впервые. Так что у вас есть уникальная возможность впервые в мире, можно даже сказать, смотреть эту интересную выставку. Мы вас приглашаем, она будет работать до 23 августа. У нас на нашей выставке вы можете прийти, послушать экскурсию и бесплатно сфотографироваться. У ближайшие дни хорошее солнечное надворье для гомельщины будет не характерным. Первая половина дня обещает быть достатково дождливой. Подаденных сопрационников областного гидрометроцентра завтра и в Сираду 14-15 липня в регионе будет воблачно с прояснениями. У нашей местами у день на большей части территории краткочасовые дожжи. У особных районах – на вольнице. У ночной и ранней годины макшимы слабый туман. Ветер заходный – 3,8 метров за секунду, при на вольницах порывы до 14 метров за секунду. У этой дни температурный фон на гомельщине будет варьироваться у ночи от плюс 9 до плюс 14 градусов. У день – от 18 до плюс 23. Другая половина дня по передних прогнозах в синоптиках чекается относно сухой и теплой. Починаючи с пятницы, 17 липня, на гомельщине будет переважно без опадков. А так само чекается поступовое повеличение температурного режима. У пятницу у ночи слабок термометра максимально уздымится до плюс 13 градусов. У день – до плюс 25. На выходных у регионе термометры покажут у ночи плюс 14, плюс 19 градусов. У день – до плюс 30, плюс 33. И это была починная информация. Выпуску для вас працавал Александр Гамоля. Добрых вам новинов и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова